ребят всем привет меня зовут аня я из россии из крыма и мне 23 года я живу в корее уже более шести лет я студентка и в то же время я замужем за корейцем и у нас есть ребенок которому два годика многие подписчики в инстаграме просили начать вести влог на ютубе о нашей семье о жизни в южной корее в целом я долго не решалась так как для меня съемки редактирование видео такие вот разговоры на камеру это темный лес но в итоге я все-таки решила попробовать себя в этом также у нас на канале будут субтитры на трех языках на английском русском и корейском это будет мое первое видео на youtube и его и решила начать с видео вопрос-ответ и для начала я выбрала 20 вопросов и начнем с первого вопроса так я переехала в южную корею начнем с того что в первый раз я приехала в корею 2013 году на двухнедельные курсы корейского языка при университете сунгшиль и именно в те две недели моего путешествия я влюбилась в эту страну я влюбилась в людей мне очень понравилась культура мне было очень интересно я встретила много интересных людей и поэтому я все-таки решила переехать в эту страну и в 2018 году даже 2017 году я опять приехала в корею и поступила уже на полноценные курсы корейского языка в тот же университет когда я была на две недели только университет сунгшиль там я проучилась с со второго уровня корейского языка до четвертого и потом перевелась в другой университет тоже на курсы корейского языка но я там уже начала с четвертого уровня и закончила шестой на курсах я была год и в 2018 году я уже поступила в университет суган на самом деле после того как я закончил университет я собиралась вернуться обратно в россию но потом я встретила своего будущего мужа мы родители ребенка и вот так вот я получается переехала в южную корею следующий вопрос это какие были трудности при переезде в южную корею ну во первых было трудно финансово потому что в любом случае за границей учиться очень дорого а корея это очень дорогая страна в ней очень дорогое обучение и и другая проблема была в том что мне нужно было собирать документы на визу но именно в моем городе я из крыма и там нет поблизости никакого консульства кроме консульство которое находится в москве поэтому так как виза готовится две недели мне приходилось жить в москве в течение двух недель и ждать готовности визы это по идее были была самая сложная при переезде в южную корею следующий вопрос это знала ли я корейский при переезде в корею и какой у меня уровень корейского сейчас когда я приехала в корею в 2014 году я не знала корейский вообще возможно я знала немного алфавит но на этом все потом когда я приехал в 2017 году я поступила на курсы и начала со второго уровня там я получила проучилась до третьего потом перешла в другой университет там я с четвертого уровня учился уже до шестого то есть сейчас у меня шестой уровень корейского языка следующий вопрос это кем я работаю я студентка и на данный момент я никем не работаю иногда я просто подрабатываю фриланс моделью но так как я не высокого роста и я не такая худая для модели я снимаю ска в съемках например там для ухода для волос косметика аксессуары бижутерии и тому подобное пятый вопрос и самый интересующий всех это как я познакомилась со своим мужем для начала скажу что это не романтическая история потому что мы познакомились с моим мужем в хип-хоп клубе в корейском хип-хоп клубе когда я пошла туда со своей подружкой повеселиться потанцевать и когда мы уже собирались идти домой он подошел ко мне и попросил мой номер я дала ему свой номер телефонный и на этом мы разошлись на следующий день я пошла в тот же клуб со своей уже подругой кореянкой и он мне как раз написал что он тоже планирует прийти но в этот раз без друзей а один он пришел и мы все вместе веселились потом моя подружка сказала что пойдет домой так как у нее утром была работа а он решил меня провести до дома он меня проводил и на следующий день мы решили сходить на свидание на следующий день мы сходили на свидание и уже к вечеру мы решили начать встречаться в принципе да вот так мы познакомились следующий вопрос это через сколько после знакомства мы поженились с моим мужем мы познакомились в в конце 2018 года в начале 2019 и мы перед тем как пожениться провстречались год потом мы собственно поженились летом и потом я забеременела и и у нас родился ребенок следующий вопрос это как отнеслись родители мужа к тому что мы поженились и их реакция на мою беременность ну а чем с того что когда мы только начинали встречаться ни родители моего мужа ни мои родители не были против но когда мы решили пожениться я забеременела родители мужа были против и даже настаивали на аборте потому что считали что я еще ребенок а мой муж тоже еще ребенок он был на этот момент студентом и то что мы никак не сможем вырастить ребенка в тот момент я думала похоже с родителями моего мужа я не представляла как я буду родить ребенка и тоже поначалу собиралась здесь сделать аборт но потом решила этого не делать и взять на себя ответственность но после рождения ребенка все пришло в норму родители хорошо ко мне относятся мои родители тоже счастливы и родители мужа тоже счастливы поэтому все хорошо на данный момент следующий вопрос это какая была реакция моего мужа на мою беременность начнем наверное с моей реакции потому что мы оба не ожидали у меня была задержка на 3 дня 4 но я не думала что я беременна и ради интереса просто взяла тест на беременность и в итоге он показал две полоски я сразу начала рыдать потому что я очень испугалась что больше не смогу учиться я подумала о том как я буду расти ребенка если я сама ищу ребенок и я вся в слезах позвонила своей маме она меня попыталась успокоить сказать что все хорошо не все так плохо и после этого я позвонила своему мужу и на тот момент мы жили отдельно еще и я его до этого еще часто разыгрывала на эту тему и он поначалу не поверил и несколько раз переспросил ты серьезно? ты реально беременна? подожди секунду и отключается и то есть он у меня потом стоит через 15 минут уже на пороге моего дома потом он зашел и мы молча посидели поговорили о том что будем делать дальше ну вот по идее и вся реакция следующий вопрос это планируем ли мы завести еще одного ребенка в будущем? да мы планируем завести еще двух я бы хотела девочку и мальчика еще но не в ближайшем будущем наверное года через 4 может быть лет через 5 мы думали завести еще одного ребенка и далее следующий вопрос на каких языках говорит наш ребенок? сколько ему лет и как его зовут? нашему ребенку 2 годика 3 годика по корейским меркам его зовут Даниэль он в основном говорит на русском но я бы не назвала это разговором потому что он еще не умеет говорить полными предложениями он говорит только отдельными словами и на корейском он тоже пытается теперь потемножку говорить тоже отдельными словами но на удивление ему очень нравятся английские наверное из того что он смотрит английские мультики он часто поет английские песенки уже знает на английском языке цвета умеет читать до 5 на этом все следующий вопрос кто выбрал ему имя? мы выбрали ему имя вместе так как корейские имена тяжело произносятся люди из России а русские имена тяжело произносить корейцам мы решили взять имя которое было бы и в России и в Корее и было бы легко для произношения поэтому мы решили назвать его Даниэль так как в Корее это имя распространено и в России и в России есть похожие имена Даниэль и Даниэль и Даниэль следующий вопрос это в каком университете я учусь и какой у меня факультет я на данный момент учусь в университете Суган на факультете журналистика или другими словами коммуникации многие также интересуются какая у нас машина но дело в том что у нас ее нет в силу нашего возраста и возможностей мы не смогли пока что купить машину в Корее это довольно дорогое удовольствие но в ближайшем будущем у нас есть в планах купить машину так как когда у нас есть ребенок очень неудобно пользоваться общественным транспортом многие также спрашивают каково быть молодой мамой в Корее ну лично в моем случае довольно неплохо потому что у меня ребенок довольно добрый он редко плачет да? он редко плачет и в Корее довольно все удобно сделано для детей много детских площадок очень хорошие детские садики вот например Даниэлю очень нравятся детские садики он туда бежит аж запинаясь единственное что сложно это то что я все еще студентка и мне было сложно совмещать уроки и ребенка но благо того благо то что сейчас у нас все онлайн из-за коронавируса поэтому было не так сложно держи следующий вопрос это где мы планируем жить в будущем в России или все таки в Южной Корее где бы ты хотел жить? в Корее в Корее? на самом деле что касается меня я очень люблю Корею здесь очень все удобно очень хорошие люди но так как я очень скучаю по своей семье по своей родине то я бы хотела в будущем жить в России где-нибудь у моря а что касается моего мужа то он хотел бы жить в Корее я его понимаю он не знает русского у него нет друзей в России и к тому же и к тому же у него здесь хорошая работа поэтому мы пока что собираемся попробовать тебя здесь следующий вопрос это на каком языке мы разговариваем между собой мы же с мужем разговариваем только на корейском я с ребенком разговариваю на русском а муж с ребенком разговаривает на корейском языке также был вопрос о том как я рожала были ли у меня естественные роды или кесарева и в какой стране я рожала я рожала в России так как я хотела быть в рогу своей семьи и мне это как-то было более спокойно мой муж также присутствовал на моих ротах но я рожала точнее как рожала у меня была кесарева я делала эпидуральную анестезию я была в сознании в момент кесарева делала я его потому что у меня были противопоказания у меня был большой плод и к тому же у меня были проблемы с глазами если бы я рожала сама была бы вероятность того что у меня произойдет ослойка сетчатки поэтому у меня была кесарева также судя по комментариям под моими фотографиями многих интересует мой рост и вес так как все думают что я выгляжу очень высокой и то что у меня высокий рост но на самом деле это не так у меня рост 163-164 и вес на данный момент 54 кг до родов я была 61-62 и конечно же не обошлось без вопроса о Украине о моем мнении об этой ситуации но я хочу сразу сказать что я не хочу говорить о политике и на моем канале и в инстаграме этого не будет извините пожалуйста и последний вопрос о чем будет наш канал я думаю что в большинстве своем у нас будут влоги когда мы будем куда-то ходить гулять с семьей в какие-нибудь парки в какие-нибудь кафе, рестораны путешествия и также будут видео где я буду показывать Южную Корею в целом то есть у нас будет канал не только о нашей семье о ребенке но и я буду встречаться со своими друзьями мы будем тоже где-то гулять ходить на какие-то вечеринки в интересные места да, будем наверное в таком ключе и записывать наши будущие видео если у вас есть какие-то предложения пожелания вы всегда можете оставить комментарии под видео или в моем инстаграм и спасибо большое за просмотр я буду очень стараться делать интересный контент всем пока скажи пока-пока пока 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 пока